Привет, с вами Алекс Гетч. Сегодня наши технологии развиваются с немыслимой скоростью. Девайсы различных конкурирующих фирм обновляются настолько быстро, что стало очень трудно определиться в выборе покупки, потому что гаджет может иметь несколько аналогов. К примеру, часы от Apple. Компания только их анонсировала, и тут же, еще не начались продажи, китайчики уже умудрились своими ручонками сварганить хоть и постную, но все же копию. И люди, кстати, на это повелись. Это я веду к тому, что выбор достаточно большой, но мне все-таки удалось найти для вас что-то вкусное, интересное и захватывающее. Не будем тянуть резину, начнем. Кто бы что ни говорил, но эта вещь уж точно пахнет запахом из нашего светлого будущего, с именем которой вы уже сотни раз встречались. Называется она Lip Motion. Гаджет представляет из себя контроллер, позволяющий взаимодействовать с компьютером без клавиатуры и мышки. Все управляется с помощью вашей руки. Это, кстати, отличное дополнение для шлема виртуальной реальности. Разработчики аксессуара связали свое детище с Oculus Rift, о котором я вспоминал в одном из своих видео. Девайс построен не только для того, чтобы потрогать женскую грудь, которая может быть даже лучше той, которую иногда трогаете вы. Для этого девайса можно найти применение не только в забавах, а и в такой простой для нас вещи, как просмотр веб-страниц. По-моему, интересный и довольно-таки необычный способ управления. Смотрите, как можно обычными жестами ваших рук перемещаться по различным сайтам. Поистине новый способ серфинга в интернете. Более того, издатели предлагают собственный магазин, подобный App Store, представляющий различные приложения, с помощью которых можно попробовать демонстрирующие возможности устройства, а также простенькие игрули. Несмотря на то, что гаджет еле-еле удерживает свои позиции, разработчики пытаются заработать, и большинство из программ распространяются на платной основе. Причем стоимость их большинства варьируется от 1 до 15 долларов. Потенциал у Leap Motion в любом случае есть. Нужно только время, чтобы люди смогли прочувствовать что-то родное в этом аксессуаре. Еще меня впечатлил квадрокоптер DJI Inspire 1, который вошел в список лучших в своей категории. Мне кажется, что он стал неким эпицентром компании DJI, который отразил все их самые последние крутые наработки и достижения. Дрон имеет способность снимать видео в разрешении 4К с потрясающей возможностью трансляции HD-записи сразу на несколько принимающих устройств. Если ведете запись в 4К, то частота 24 или 30 кадров в секунду, а ежели съемка производится в Full HD, значение составляет уже 24 или 60 кадров. Кроме этого, в его возможности входит и фотографирование. Причем снимки можно делать в качестве 12 Мп. Еще замечу, что камера оснащена обновленным CMOS сенсором и линзой с углом 94 градуса. Скорость полета впечатляет 80 км в час. И при поддержке нового аккумулятора 6S он может пролететь в 18 минут. Дизайн коптера тоже радует. Ничего лишнего, все гармонично и красиво. Нельзя пропустить такую технологию, как старт автомобиля непосредственно с часов Apple Watch. Пока эта новинка четко работает только на особых автомобилях, вроде Tesla или BMW. Но думаю, что это только лишь начало и в скором времени с их помощью можно будет завести даже такой драндулет, как запорожец. Конечно же, для этого нужно чуть-чуть помутить руками, установить приемник или что-то в этом роде. Заводка машины еще не все. В составе полный перечень функций. Прямо с вашего запястья вы можете изменить настройки климат-контроля, отследить местоположение автомобиля. Представляете, как это высокотехнологично? Захотел прогреть свою ласточку? Нажал одну кнопочку и все готово. Как же не вспомнить о мобильном тепловизоре в виде чехла под именем FLIR ONE? Кто бы мог раньше подумать, что iPhone с помощью специализированного чехла сможет примерно так же, как аналоги за тысячи долларов, видеть тепло. Это, конечно, не тот аппарат, который работает в вертолетах, способный увидеть теплые объекты за несколько километров. Но, например, дома для поиска протечек, повреждений изоляции труб или стен он отлично подойдет. Да он может помочь вам даже подобрать девушку. Если возле вас горячая девочка, то экран прям желтеет. А если она холодная, как снег, то реакции на дисплее ноль. Да ладно, это все шутки. Мне он, например, очень пригодился во время поиска моего питомца в темное время суток. В моем понимании, Mac Mini это один из стоящих компьютеров. Из личного опыта вам говорю, в нем есть все, что нужно как для повседневных, так и для более ресурсоемких задач. Тут можно и нормально обработать видео, аудио, пофотошопить. С ним может получиться довольно-таки эффективный и вполне бюджетный комплект. Можно купить к нему свои мышку и клавиатуру, хороший дисплей. Естественно, нужно отталкиваться уже от задач, которые вы на нем будете выполнять. Если это будет что-нибудь вроде обработки роликов, то понятное дело понадобится флеш-память с интерфейсом PCIe, у которой скорость чтения записи просто зашибись. Такой параметр доступен для Mac Mini 2014 года выпуска. Или в крайнем случае, если не вписываетесь по деньгам, то тогда выбирайте модель 2012 года с SSD. Вот что меня возмутило в модели 2014 года, это то, что там нельзя добраться до оперативной памяти. То есть, какой вы себе Mac Mini сложили, такой он уже у вас и будет. Увеличить оперативную память в модели 2014 года нельзя. До этой все нормально менялось. Прошу вас учесть этот важный момент. Невозможно обойти стороной новинку, создавшую революцию в мире компьютерных интерфейсов. Да-да, это USB Type-C, который стал еще более популярным после выхода нового MacBook'а с таким же разъемом USB Type-C. Своими спецификациями он шагнул достаточно далеко. Он вдвое быстрее передает данные, чем USB 3.0. Скорость выросла с 5 Гбит в секунду до 10. Всех порадовал тот факт, что он к тому же двусторонний. С помощью него мы будем не только передавать данные, а и подключать различные устройства, в том числе принтеры, мониторы, мыши, клавиатуры и так далее. Однако несколько трудным будет момент перехода на эту систему. Например, в первое время для вашего устройства, которое работает на USB 2.0 или 3.0, нужно будет приобрести специальный адаптер, либо ждать, пока у вашего устройства появится совместимость с обновленным разъемом. Просто на секундочку представьте, что он один-единственный вмещает все это. Возможно, из предложенного он не заменит только автомат для забравки автомобиля. Следующую вещь тоже можно причислить к этому списку, поскольку она, по сути, изменила представление о хранении данных. Это iCloud. Я сам часто пользуюсь данным сервисом, а все потому, что хочу иметь доступ к своей библиотеке файлов из любой точки мира на любом устройстве. Конечно же, тех стартовых 5 гигабайт не будет достаточно для всей информации, которую мы хотим сохранить. Но я вам скажу, что цены на объем памяти не сильно-то и кусаются. Например, за 20 гигабайт свободного пространства в облаке вы заплатите всего-то 99 центов. Еще предлагаются тарифные планы на 200 гиг, 500 гиг и терабайт. Но там уже все дороже. За 200-ку можно еще заплатить 4 доллара. Однако 500 гигабайт или терабайт над одной из этих покупок нужно уже подумать. Все зависит от объема ваших данных. Для полноценной работы с данным сервисом, как вы знаете, потребуется быстрый интернет. С 5 мегабитами он будет у вас только легонько попердывать, а не обмениваться файлами. Таким вижу я мир технологических новинок. Хотелось бы узнать о ваших мнениях. Обменивайтесь своими мыслями. У каждого же свое представление. Ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, Инстаграм и не забывайте подписываться на мой Ютуб канал для следующих видеообзоров. Это был Алекс Геч. Пока, мои любимые. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok